Привет, бои и скауты, с вами Кьюбайт. Сейчас среда, а это значит, что время Мандалорца третьего сезона. Я уже посмотрел вторую серию, сейчас вы увидите самые интересные моменты из серии, мою реакцию, обсуждение, ну, в общем-то, всё как обычно. Поддерживайте лайком, первая серия чуть не очень зашла, но шахты Мандалора заслуживают вашего лайка, так что ставьте и давайте смотреть. Опа, песочек. Вот он, татуин, да, это ж татуин. У него такие прикольные пальцы, можно прилипать. Вот они, отец и сын. Вообще им гениально было в день защиты детей выпускать. Ну вот, видите, а вы хотели уходить, вот он, опа. Ничего себе, он, конечно, с помощью силы. Я здесь на бизнесе. О, мы с Хаттсбэк? Ты собираешься на Боба-Фетта? Я хочу дроид, а для спaux. Боба-Фетта, đу-ду-ду-ду-ду. У Fer motorality работа, устаревать стиль. Я хочу дроид специальный список за Мадалором. А ведь правда. ничего со скидками это типа рождество я так понимаю бунта типа 8 марта реально типа 4 или но по фейерверку шахты мандалора когда отправляешься играть в майнкрафт да выглядит красиво я бы сказал я бы хотел посмотреть как грогу уносил шлем у него специальный для ушей должен быть да выглядит прям красиво так так особо не разглядеть конечно поверхность ну такое лицо смешно у него нижняя губа поджата так вести стрим в шлеме мандалорцы молчать но было бы конечно гениально и он сейчас потеряется да но сейчас пропадет сразу с радара я уверен невероятный твист я чувствую что там на этой планете какие не какая-нибудь форма жизни и по как знаете в тихом месте такие кузнечики будут час я я прям чуть-чуть такое чувствую будет ну ну не паука не паука подобный как их не стрекозы как богомолы богомола подобный ну почему-то мне представляется так ничего себе красиво это локацию а нет я не угадал это прям гуманоиды подобные вот это вот это имба ну кстати на пауков они все-таки мордой похуже немного не нравится конечно как они сделали с с мечом он обращается то есть он как будто тяжелый но в то же время он по идее легкий там рукоять только надо балансировать как-то по лору темный меч очень тяжелый чтобы он стал легкий владелец и меч должны иметь связь ну да 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 я я понимаю и ну и как бы и видно что он тяжелый я к тому что но это классно реализовано что ему действительно прям сложно с ним сражаться еще как в каком там по-моему в боба фете это было или во втором сезоне когда он порезался там все ногу себе и скромсал напоминает в чем-то дэдспейс какой-то локация такая за ласту фасы и дэдспейс и тэнп что в тренде сейчас а ну вот какие-то твари там все-таки есть такая же про что говорил еще во время просмотра первой серии здесь классно сделан вязал вообще не прикопаться просто напомню что мы смотрим сериал как бы фантастический это реально здорово сделано опа шлем тесла учета было были какие-то шутки по поводу тесла и мандалорцы это это вообще уже какой-то киберпанк такой пошел механизированный паук и там глаз вот этого гуманоида был монстра что это вообще это прям напоминает какую-то серию ну или серию или вообще какое-то произведение ну не только властелин колец наверное что-то еще напоминает вот эти все черепа может балбесов фильм когда он восьмидесяток по-моему выходил ну это это вообще что-то новенькое это реально чужой какой-то а кто шарит взывая это вообще что-то подобное уже было ну вот вот подобные существа так кстати биониклов напоминает реально гривус а ну кстати ну кстати ну гривус да похоже похоже и да 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 в плане вообще даже конструкция похоже ведь это это а тут тонн заниматься это кстати в низом не прям реально дико напоминает фильм спилберга какой-нибудь там идти или балбесы те же что такое еще за счет вот этой аниматроники и такого грима специально под старину сделано прикольно выглядит ну а теперь понятно почему он его обучал говорил что мандалорец должен ориентироваться по картам реально у нее ничего нет никаких комнат других она просто на троне сидит задницу можно так отсидеть себе ну вот нет кстати вы пишете информативно но это лучше чем как бы мы то знаем что произошло нам не надо сейчас повторно это рассказывать чтобы он перед ней там вот сразу скип и мы видим как она уже летит помогать кстати будет забавно если она просто придет заберет у него меч по канонам такого жанра и уйдет а ведь такая фраза была в стиле не колец и убивание они там спали почему они правда втроем спали такая шведская семья там вот мы не лезем в их личную жизнь не будем я не удивлен в лиге справедливости зака снайдера супермен я не удивлен не впечатлен а это он просто его жарит то есть такой на гриле мандалорец кстати а в шлеме он собственном соку будет он в броне из без кара это кстати должно быть вкусненько безумный саунд оба участвую сейчас покажет она да вообще прикольно он как-то его нейтрализовал ну технически это как бы грогу спасла она даст помогла кстати если он скажет такой ну ну я уже купался вы верите мне просто волосы помочить и сразу прилетели интересно ему надо в шлеме купаться или снять шлем искупаться и потом его надеть ну ему кстати вот реально проверить быть что-то как-то купаться просто так сейчас что-то произойдет я чувствую простите что спойлерю каждый момент серии на это было прям как будто предсказуем ничего себе там глубок стоп там реально настолько глубоко я думал там по шее максимум если он зайдет не ну и такое прям крещение огнем я бы сказал даже не водой опа опа это крен это ктуху на самом интересном ну что что там за тварь такая я не знаю что ну короче мне очень понравилась серия на самом деле то есть к серии вообще нет претензий сделано классно с точки зрения опять визуала я даже видел что визуал кто-то ругает у мандалорца вообще по моему сделано классно я не знаю что тут можно поругать какие моменты здесь ну плохо реализованы точки зрения там визуальной графики какой-то или там специальных эффектов или костюмов вам сделано все годно я так понимаю это какая-то отсылочка к спилбергу была таким стареньким фильмом сделано здорово мне понравилось игроку много и о кстати надо титры посмотреть переходы из powerpoint так это переходы звездновойновские то есть это как бы дань уважения классики скажем так 8 серий всего а так это мало даже то есть мы уже построили 2 я думал что 12 будет вот я смотрел на ютубе ролики там сейчас на unreal engine и делают вот эти технологии с вот этими лат экранами и там есть специальные атрибуты которые как они не атрибуты там фонарик есть и ты можешь в реальном времени то есть ты светишь но он не светится фонарик но ты как бы им направляешь свет и вот этот лет экран он типа как виар ну ты ты светишь и у тебя как будто пещера реально освещает с фонариком я думаю что здесь тоже самое было использована потому что ну скорее всего они идут на фоне лет экрана у него вот это как раз фонарик использован он типа головой крутит и вот это локация на подстраивается под вообще офигенно ну я думаю так сделано не знаю на самом деле так или нет может потом как-то добавляли но тут все равно в основном все на лед экрана сделано спасибо что глянули до самого конца оставайтесь на канале чтобы не пропускать новые серии плюс и другие видосы тоже заходите может что-то упустили спасибо что глянули увидимся в новых роликах пока ну и не забывайте подписываться конечно